26-й фестиваль прессы традиционно проходит в Струковском парке. Всего здесь работает 28 площадок. Праздник объединил не только журналистов, газет, телерадиокомпании и интернет-СМИ, но и всех жителей города. Присутствующие совету злодея не последовали. Телеканалу Самарагис выпала честь встречать гостей праздника. На площадке возле фонтана «Мальчик и девочка» развернулся перформанс. Артисты Самарского художественного театра и Самарской площади разыграли спектакль. Маленькие балерины закружились в танце. Звучали и патриотические песни. Россия, мы дети твои! Россия! Россия! Нужны твои голоса! А военный оркестр Росгвардии по Самарской области под руководством Олега Чемоданова исполнил любимые самарцами советские хиты. Моди вернулась, долларом чаем, песней прибоя рассвет пробудим. В этом году фестиваль был посвящен году театра, поэтому Струковский превратился в настоящее закулисье. Очень активная, позитивная площадка, танцевальная, динамичная. Призы от телекомпании «Самарагис» сегодня получили, я думаю, что практически все. Вот, и мы продолжаем в том же духе веселить. Творческие мастерские, тематические фотозоны, немногословные мимы. Гости могли пострелять из лазерного автомата, стать настоящим экспертом по отпечаткам пальцев и даже сыграть свадьбу. Шуточную. Лучшего не бывает. По-моему, в таком даже мире нет таких праздников, как здесь. Очень много народу, очень много площадок. Не успеваем даже получать удовольствие от этого. Ой, отлично. Прекрасно. Строи чудесные, погода прекрасная. Поздравить журналистов с их профессиональным праздником пришли и первые лица региона. Я хочу вас поздравить с этим замечательным общегородским праздником. Я хочу вам пожелать больше узнать. И, конечно же, узнать и о том, как ориентироваться в этом потоке информации, как отделять правду от лжи, как вместе созидать. Вы освещаете самые яркие и самые важные события в городе. И этим самым объединяем людей и делаем их причастными к жизни и судьбе города. За это вам огромное спасибо. Следующий, уже 27-й фестиваль прессы пройдет в том же месте. Но тематика изменится. 2020 год российские новаторы предлагают сделать годом интеллектуальной собственности и изобретательства. Данил Лучков, Константин Головин, Максим Гусев. События.